Афон, чё ты не носишь вторую фазу? Зачем? Мы сказали, что вторая фаза не носит. Я же могу на второе сквернение ставить в край, да? Ну, чтобы сделать чардж, допустим, потом на кого-то, если вдруг валик возьмёт. Это только в крайнем, в крайнем случае. Ну, если ты будешь вылетать, да, скажешь, типа подстрахуете, мы можем подойти без подлеча. Типа, смотри, смежное сквернение ты стоишь на малом круге, с малого круга выносишь на край, на ком сквернение, все остальные под плеча. Малый круг, это вот это вот кольцо нарисовано, на всех остальных сквернениях, ты можешь хоть на краю стоять, вообще до задницы. Главное, чтобы ты по двальке потом успел сбежаться, а так как ты ларт, через чардж там вообще без проблем. Небольшое полагает, почему Хольдоприс на первых позициях? Потому что он красавчик. Т5. Потому что он Т5. А ты, на это 4 пичаевки, кстати? Ты риск. Умирал не отвлекай, тебе их больше. Так не отвлекай, чтобы он не отвлекался. Давай, братан! Всё, признаем ему. Ты на станку улетел. Нет, не улетел. Нет, не улетел. Нет, не улетел. Нет, не улетел. еще раз но теперь улетел что он спрос забав и не спуск милики далеко нормально подойдите просто поближе он тяжелее двигать бед и 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 мы все что пару иннеров на перефазе закиньте по хилам полине да шарка а склонно побыстрее диспальти паспорта 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 Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Добавил 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 DimaTorzok тут нормальный путь сразу в центре все собираются, потом только на край я дал звезда по первой окей и спереди после комнаты не забывайте прожмись прожмись разошлись кота не БРТ а народ БРТ не БРТ он завис он завис тогда не надо вынесли вынесли у вас есть стархолл? есть, есть, даю окей вы не должны оказаться во власти ледяной скорды иначе как и я будете на вектор обещаны этим проклятым клинком Борисовна, можешь чуть помидать? что делать помидать? все, побежали, побежали да звездочка отошли, сейчас будет залеча сразу спрятались выхи пять секунды у меня, ни к чему не помощь не может там ловит нормально у него вредность сработать разошлись пять секунд цем залеча залеча не откидывайте этих двухок потому что пару только славит и заслечат в комнату дает дает истерфу? да ага а вы пришли чтобы уничтожить короля леча вы не должны оказаться во власти ледяной скорды иначе как и я будете навек пробыщены этим проклятым клинком так чуть-чуть быстрее как чуть-чуть быстрее а не а а а а а Благодаря совам. Совок, не трогайте. Чего за челик постоянно бегал чуть правее, чем вагон? Сова без шема, блядь, не сова. Не свород, давай быстрее собирай. Старфол не так старфол. Блин, я постоянно вижу, что там что-то типа этой бомбы, и мне постоянно ист... Мы сейчас сдохнем. Шем взрывается типа бомбы, что же? Ну извини. Да, кстати, я тоже пугаюсь. Я просто сбоку смотрю, ну из центра комнаты у меня получается, камера смотрит на рейд, я смотрю, куда бежит он заранее. Адмирал, врач, план. Знаешь, почему? Не знаю. Расскажи всем. Мне тоже интересно. Я не на ДЦ. Да я в восквернение, блядь, с блинка залетел. Хорош. Это первый нюанс. Блядь. Второй нюанс, ты на его бафы? На его бафы посмотреть? Кирс, посмотри. Без оброта. О, е, вай, долбоюк. Он кончил. Да, долбоюк. Силы, плюньте ему в лицо. Кирс, посмотри, сколько лужа нахилило. Разройте, маунта. А у кого лужи? Да он кончил. А ты умер без сопротивления. Маунт на ролл. 618к, третья позиция. Прикинь. Вот это. Она под каждую комнату откатывалась тоже. Маунт, ролите. А тут, кстати, многие, кто без сопротивлений, так что не он один. Я на последней комнате перепелся, просто потому что у меня как раз кончилось, а в ту секунду... На скиллон, какой ты жук. Он у меня кончился на третьей фазе. На третьей фазе у тебя кончился? Это на переходке. Ну, на переходке. Переходка как раз кончилась, вон, 0 секунд. Я просто сидел и спел, думал, перепьет адмирал. Откончился на третьей фазе, на все время, на переходке между первой и второй. Ёхо сидит, короче, в Египте, с коньячком, короче, и с попкорном, смотрит как адмирал, блядь. Три секунды, два, ноль, один. Чё адмирал, саппорт, сука? Ещё раз напомню, сундук не открывайте. Да всё, конечно, хорошо, я просто думал его, блядь, убить, нахуй, если осквернение разольётся. Это, в которое он с блинка влетел. Сундук не открывайте. А я не туда чуть-чуть повернулся и блинк нажал, там, блядь, вы, вы, но успел вы проиграть. Контролировать надо. Ера где? Вот савакеры, а. Даже Е вот дать не можете. Надо всех людей, кто на замене, чтобы все сидели и смотрели. Ой, уже, ах ты, 10-20 минут как закончил. Раньше был Валик, сидел на всех... В этом пуле мне понравился один момент. Исполнял его товарищ Кават. Это мой трюк. Хойная ловушка. Повезло, всё, выжил. И на спринтах в неё же. Вов� alguna. Ква-ха-ха. Ква-ха-ха. Ква-хурадо. Давайте мы гадим не сверху, аılmışемый блок. Я портуюсь. Я портуюсь. Всё, Полина портовалась сумоная. Я бы довар Tennessee уже сумо. гонок он не все открываю переноска ГЦ? Пианист, твоя горла упала. Я сейчас кого-то съем. Хэцет скилл. Так вот зачем мне Лора? Сейчас, мне на ДКшку надо, но на ДКшке я уступил Глору, пока что Лойду, я себе возьму и Пианист. Пианист, ты тестил была, да. У меня шага забираю. Что ты? У тебя Т5 есть на танках? На ДК? У меня только два куска. Ну, даже так. С четырьмя они лучше особо. Там на форуме до сих пор забега жалуются и пока что я ни одной темы насчет перестроения обладов не видел. В вип-разделе посмотри, там по поводу этого. И для них произвела какая нужна витка? Десятая? А, не бежит. А, не бежит. Я скину, типа, 20-е. Моги поставьте портал. Ну, все скрестно. Испорт скину, потом буду на форуме скинуть. Да не надо. Там ни один забега жалуются. Там, блядь, жалуются человек десять. Я понимаю. Че, Глоры, серьезно? ДК забрал? Ох, прям так. У него танк, а ты за что? Кому именно танк? Лена, остановись. Зачем мне три КГП? Что? О, маленькая моя, извини. Ну, куда столько-то? Че ты делаешь на моем туриде? В смысле твоем? Я его качал. Двин Артемий. Ему танк моему. Твин Пакости. У него Мин ДД. У него Мин ДД. Но ему на оффспек эту пушку не отдадут, потому что она им будет сразу. Все свободны. А, у него ДД Мин Спек раз. Он поменял уже почти как месяц назад. Он роллил, он роллил. Он нажал кнопку Мин Спек. Ну, она идёт мне на Мин Спек. ему пианист ее на оффспек не отдаст зачем есть у тебя шеем есть и люди нет значит и с шеемом не будешь ты тоже вар горы чувствами я бы поспорил что невозможно сам говорю то что есть как бы короче если что-то решить если что-то решить изговоры это расскажите мне об этом решайте с пианистом я как бы ну вижу да то есть три строчки на мэнспех самую верхнюю нажимаю подать начислить гп приоритету по приоритету решать сам если человек нужно идея у него сперва может ее забрать вагон уложене только он слута на это на шмотке человеку надо он на мэнспех забирать что угодно ну а если по факту ну и чё теперь на мэнспех можно забрать оружие даже то есть у тебя есть лучшие тела не за это он чистит цгп вар еще заперет это не последняя гора в его жизни падает нет это не последняя в принципе я заберу но как как бы блять он себе на оффспек забирает на мэнспех у вас по моему речь была не да он не на оффспек забирает а на мэнспех так как нет понятия офф и мэн на оружие да хуй с вами с вашим оружием сейчас я заберу в принципе у меня как раз таки было как у меня просто не надо ругаться и все как бы заберете еще одну чё вы возмущаетесь кион за этой глоры уже месяца 4 ходит сначала мы все далек не давал забрать потом еще не напоминай пожалуйста про делюкса а у меня жопа за сыр вы порадовали за человека что он наконец забрал шпантый просто 2 месяца Лавен был инспех в аддк у него собранш какого хуя ему сейчас глора уходит по мэнспеку еще у нас есть вару какого конечно у нас такие правила какие правила Он себе на танка забрал на мейнспек Это чё, в правилах такое написано? Когда у него мейнспек ДД И там есть ШМ Ой, короче, бухой Ой, Савин Пошел, короче, в другую комнату с ортис тут, Савин Реанинститут? Да Лёх, ещё... Какое решение по этой ситуации? Моё решение знаешь какое? Я так скажу Что на самом деле, на самом деле Тут немножко наёбством попахивает Потому что, типа, нажимать мейнспек Нажимать мейнспек На пуху, если у тебя есть лучше Которую ты не будешь на этом мейнспеке носить Типа, это наёбство Правильно? Ты мне бриндок Я бы сейчас просто так в дискорд не зашёл Ещё раз вопрос У человека собран ШМ По какому хую ему уходит глора на мейнспек сейчас Когда у нас вар, как бомж ходит с двумя Хуй по мне, какими оружием Ну, смотри Ты нажимаешь мейнспек Но ты не берёшь эту пуху на мейнспек Правильно? Ну, пианист, слушай Ты мне так же отдавал, блин, тролль Поэтому я тебе спрашивал 20 раз могу ли я так сделать Ты мне сказал то, что могу Да, он был такой, да Ну смотри, она тебе на мейнспек-то не идёт? Почему? Мне бриндок, если зашёл на мейнспек Будешь с ней сходить дамажить с этой глорой? Ну хорошо, давай засакечу, я буду с ней ходить дамажить Пианист, вагаж забрал мне где-то месяц назад триньку Которая ему не шла и не идёт Которую он не носит на мейнспек Я её носил, пока её не понерфили Ровно на следующий день Я успел её поносить ровно один вечер Пока она не превратилась в дерьмище Ты изначально знал, что тебе нужны ноги? А чего ты взял, что АПш на триньке не идёт РПАВЛу? Потому что он сам, говоришь, что с ней меньше дамаж Ну это стало после нерфов Ну это стало после нерфов Я как бы не ожидал, что её за следующий Точнее за этот же вечер её понерфят И придётся от неё отказаться Так бы я с ней ходил Тут как бы сравнение немного другое Это тринька, которую понерфили А это оружие, которое сейчас необходимо вару А в Скилоне есть ШМ, с которым он может прекрасно танчить Я понимаю, если бы это был вар, который у нас в гильдии месяца два А если у него Пиора не хватает, что-то я... Смотрите, по факту она сейчас не нужна вообще никому В смысле? Двум варам, которая была В неделе на той неделе Нет, я говорю, в рейде вот сейчас она не нужна вообще никому То же самое, что было в ЗСКе Токен был нахуй никому не нужен Отдали человеку, у которого не было 7К и П Почему сейчас нельзя сделать то же самое? Это админ против своего рейда Где этот человек, которому отдали? Давайте вспомним Делюкса Которому сказали Чё, если хочешь брать Глору себе на Фурика Забирай за фулл ГП Он просто не захотел забирать на фулл ГП Но ему сказали то же самое Хочешь брать себе за фулл ГП? Типа, бери на... Ну, на оффспек Так как тебе Глор идёт на мейм Типа, со скеллоном сейчас такая же ситуация Ладно, не спорьте Это Глор ещё упадёт, во-первых Во-вторых, я специально посмотрю Будет ваша ДК этот бегать нахуй с Глору Или, блядь, с ШМ, нахуй Вот ради интереса, посмотрю просто Мне кажется, что Глора Это пухотная танка, если говорить о ДК Нет, он ДДш будет, Глоря Нахуй ШМ Без проблем за сойти, что он взял На танке будет Ну, это же теоретически тоже можно Если бы какое-то мастерство В других шмотках собирать Ну, каков только Мы к консенсу к какому-то придём? Или всё оставляется так, как есть? Ну, так вага, типа, с Делюксом Такая же была ситуация Ему сказали Если хочешь, забирай за фулл ГП Вопрос был Сколько ты нас дадил? Ребят, пианист Далью, проеду Сколько? У него не было семи Как я поеду? Я не слушаю Я не слушаю Он теперь ещё ходит Глянис, ты тут? Да, здесь Ты выслушал все притязания Твоё решение Ты как? Я подумаю Я подумаю Есть ещё один вопрос Варас Двери Варас Двери Варас Двери Ваа, говорите сейчас про Редвара, да? Редвара он не ВДВРейдер я просто знаешь на самом деле мое мнение в общать ни один не 2 и не заслуживает пока но мое мнение лично такое а я говорю зайди за ней на сундук ну допустим смотри почему объясню почему допустим ну вообще априори априори злора должна была быть вара начнем с этого потому что скилона не было блять потом он зашел блять налича ну я зашел свой видит это какой это так даже с вальки тебя не было типа вообще на рт а потом ты зашел на вас босса начнем с этого прости мне матери нам помогать иногда не всегда получается вам это положение смотри дальше следующий нюар по поводу радвара почему ну человек на самом деле недавно виде доходят по рейдам очень все хорошо но просто факт в том что он недавно ездит ну блять для меня как бы недавно потому что меня нету последнюю неделю это пьян согласно что он недавно улег давай логически а скил он способен танчить со своим шеймом точно так же как и раньше авару это даст дохуя даже как бы не уверен потому что как бы цветение и в последующем шоем к ему будет лучше ты ошибаюсь если если брать по поводу цветение из горы это намного лучше чем шеем допустим смотри шеем берется сгул либо с горой до либо цветение с горой но шеем не берется с этим цветением как ты говори если сейчас снова где там что-то случится он не сможет прийти на рт единственный кто сможет протанчить цвет рсхм этот указки неправда но ты еще своим декам способа больше нету дека в моей статике я могу еще своим декадом но что-то нам сегодня сказал типа вины в этом какого брейд я могу допустим какой от фарада когда фарада нету адмирал страхует его то же самое я на рулета с вентином спокойно смогу подстраховать то у нас мне кажется нет одного половина в рейде и будем опять по поводу тьмы у меня тоже есть подстраховок вот ребят всем спасибо всем пока короче я жду вашего обоснованного решения что вы делаете оставляете ли ее мне либо отдаете его я считаю я считаю если оба одинаково одинаковых права то отдельный на тот спех забрал другой ходит еще молодой в гильдии я считаю что вам беру и все проще полюбовно решить это между собой грубо говоря заставлять меня неправильно нет я короче грубо говоря нелогично а так неправильно я ему уступлю как он у вас старичок там все дела просто я ради интереса посмотрю будет он с ней бегать ты ему уступишь смешно я в следующий раз заберу как раз не сегодня если тебя до того момента из гильдии не кикнут а чё его кикнут с гильдия а чё вы кикнут с гильдии да ты чё блять у нас вару вообще нету вот нету делюкс налутался и проебался кроме него у нас никого не было сейчас появился хоть один какой-то не по большому счету правильнее было бы отдать вару а скиллом бы взял себе следующую вот и все это было бы более лучше для гильдии но как есть правило по приору я говорю им проще между собой решить честно честно у меня проблем мне лучше цветение вару отдать чем глору на самом-то деле цветение я в любом случае буду собирать у меня же нет шеема это как бы замена шеема а город в любом случае надо будет шеем для брока типа смотри на самом деле я бы вару лучше сделал как я бы допустим лучше уже тоже цветение и миродробитель поставил на самом-то деле с этого союза нет я лучше возьму цветение допустим да в правую руку а глору влевую там скорость другая у нее скорость на кого вот с тени и глору разная скорость там 370 как на шемке их очень интересно вместе носить шемкой ну хуй его зовут не каждый хочет так делать не получает сначала светение потом уже глору доберет это не проблема светение никому нахуй не надо типа получает все светение сначала потом уже доберет себя в лору ничего как бы страшного с этого не будет в рейда он ходит в рейда он ходит успеет все еще все выбить главное за пиксели не ругайтесь вот как хотите одним словом меня интересует только профитрейд на остальном неровным счетом похуй типа в рейда ходит дпс в принципе нормально дает вот так что это будет добирать все шмотки с учетом того что у нас мало латников я думаю он быстро доберет все шмотки потому что я сейчас даже варов с дв рейда не беру в первый рейд чтобы он одевался раньше с дв рейда вары подстраховывали сейчас такого не будет просто смотри как большие светением там у меня скорость атаки 37 это выходит что надо будет мастерства добирать правильно но с одним кольцом ты его не доберешь это придется один камень втыкать на мастере как бы шею шею силовую ставишь и все решено ну можно еще колечко одеть с гнилого просто смотри как без горы это решается по-другому как бы гору надеваешь и штаны и все тебе вполне хватает никаких камней там не надо мастерства я тебе говорю про шею еще там шея весьма просто на самом деле вот лично я лично я вижу хороших топ варов которые дают хороший дпс они бегают шемкой и с цветением тот же слэер допустим он бегает шемкой и с цветением две хорошие пухи и причем не уступающие глоре я больше рассматриваю только для ретриков которых шея монету и для блять этих для танков дкш потому что она им профитнее в разы они ее не скоро заменят и блять вообще менять не будут то же самое вар допустим если выбить цветение он никогда цветение не поменяет потому что цветение лучше глоре в плане даже статов это та же самая шемка только без прока если захочет там что-то потеснет заберете на следующем кд вору блять если упадет даже блять пофиг вообще просто если брать сравнивать что его больше апнет цветение или глора то его цветение больше апнет любая пуха из них апнет я двести семьдесятых бегу о чем речь ну вот я про это же я понимаю что тебе любая апнет просто потом окажется так что ты эту гору выкинешь на самом то деле в дальнейшем потому что та же шемка будет апаться плюс шемку ты в ближайшее время тоже скоро будешь собирать в любом случае потому что знаешь какое время не пройдет что я шеем соберу ясно ты посмотри сколько если ты ну допустим вот посмотри наш мэн рейд посмотри сколько людей шемки вот смотри сейчас новый человек собирается ним потом еще другой человек будет собирать ну а ты уже как бы три месяца наверное если не больше собирать хисаями нет он отказался от шемки нет вот сейчас как бы новенький ну не то что новенький как бы другой человек собирает и за ним еще другой по-моему осталось два человека у одного половина осколков собранного во второго там 10 осталось два человека если ты не заметил весь мэн рейд весь мэн рейд который ходит у каждого есть шемку у каждого есть способ я просто говорю к тому что скоро это в любом случае придется бегать эти месяцы если взять допустим смотри всех миликов если посмотреть аскелон шемкой вага шемкой кто там еще у нас ну-ка там она ясен хуй не сдалась то есть латники шемками потом это взять всех рдд совы шемками кисты пока что не хочет думаю скоро соберется с мыслями этот дальше кто там шпшки шемками локи шемками все бегают все кто может собрать все шемку уже банально собрали уже даже мазер блять на твина шемку собрал потому что никто не хотел блять ходить в рейды и никто не хотел собирать во втором рейде он собрал себя дано пристав блять там час беладон или хисаями начнут собирать по поводу беладона по поводу беладона он не всегда присутствует на рт тут вопрос спорный по поводу хисаями потом я себе начнут собирать шипы. По поводу состояния он постоянно в первом рейде появляется. Своего два рейда не бывает. Он там не начнёт собирать. Я быстрее над Фина соберусь во втором рейде, чем кто-то там соберёт, потому что банально, в два рейда одна проблема. Пару человек постоянных, ну как сказать, постоянных, которые вот не пару человек, а человек десять, человек десять, которые постоянно ходят по РТ. Вот, и ни один из этих десяти человек не может собрать себе шемку, потому что, блядь, они просто не собирают шемку. Там те же самые шаманы, им нахуй шемка не сдалась. Те же самые, блядь, протопаладины там или эти, ханты, им тоже нахер шемка не сдалась. А все остальные люди, которые в ДВ рейдят, ну, блядь, они во-первых, там, недолго в еде находятся, во-вторых, не постоянно на РТ ходят. Есть ли смысл им шемку собирать? То же самое в первом рейде, допустим. Есть ли смысл собирать там, допустим, некоторым людям, которые не постоянно на РТ приходят? Вот, следующий раз, следующий раз, вот, когда будет улучшаться шемка, что посох, что этот, я посмотрю, типа, ну, это, скорее всего, на следующем контенте будет или через контент. Как бы, я вижу, вот, сколько я играю, я вижу, кто как по РТ ходит, кто как присутствует и тому подобное. И там потом будут спрашивать, почему, типа, сантеи в приоритете собирать? Так сантеи будет каждый РТ появляется. Или, допустим, почему там другой кто-то собирает? Типа, приоритеты буду отдавать тем, кто появляется каждый РТ. Допустим, Йорософони постоянно ходят тоже. Зачем мне отдавать тем людям, которые на этой неделе есть, на следующей нету? То есть, не постоянно. Как Артемий сказал во время покажет, вдруг кикнете с гильдии. Честно, честно. Блядь, за что тебя могут кикнуть? Если ты будешь, блядь, вайпать рейд, вайпать рейд и хуйней страдать в рейдах, вот за что только могут кикнуть. Если ты, блядь, нормальный адекватный человек, который хочет просто проносить быстрые рейды и, грубо говоря, ни о чем не париться, то, блядь, тебя никто кикать даже не будет. Ну, типа, а зачем? Если ты постоянно ходишь на РТ, постоянно, блядь, проносишь, ну, стараешься быстро пронести рейды, там, ДПС неплохой даешь. Типа, зачем тебе кикать? Хватает просто неадекватов, которые залетают в гильдию и, там, блядь, залетели в гильдию, побыли неделю, уже кричат, блядь, я буду осколки собирать. Ну, блядь, как бы у гильдии уже люди сидят там по году, по два, блядь, которые уже давно хотят эти, ну, типа, осколки собрать. И все собирают. Хватает людей, которые, блядь, угонятся за шмотом. Ну, блядь, сейчас у нас, по крайней мере, первый рейд, там, особо за шмотом никто не угонится. Даже если и угонятся, то, в принципе, там не особо это пресек... ну, как бы, особо это пресекается. Потому что я не люблю людей, которые пришли в рейд для того, чтобы, блядь, гнаться за шмотом. Мне интересует прогресс, а не, блядь, шмот. Шмот рано или поздно все оденут. Если посмотреть первый рейд, посмотрите, сколько кусков Т5 уже имеет каждый человек с первого рейда. Весь основной состав имеет по 4 куска Т5, за исключением пару человек. На мейн спеке. Большинство имеют уже, блядь, по 2, по 4 куска на офф спеке. Ни в одной другой гильдии такого нету. У нас только, блин, реально осталось 2-3 человека, которым надо на мейн спек полутать еще там по одному, по 2 куска. Если начать перечислять банально, у кого имеются эти Т4, ну, то есть, вот взять первый состав, да? Смотри. Допустим, Элблю, 4 куска. Один.